К чему готовят россиян подобными разговорами о том, что якобы скоро умирать готовы будут из-за той ненависти, которую активно навязывают россиянам сами же пропагандисты? Нет, я думаю, что это разговоры просто на пропагандистских каналах, потому что у Путина не удается сделать эту войну российской отечественной войной. Потому что, во-первых, не удается доказать, что территория захваченного иностранного государства является по-настоящему российской, и что ее надо там куда-то идти защищать. То есть вот те, кто так считал, их уже отстреляли давным-давно с 2014 года, потому что вот были такие небольшое количество, кстати, не очень большое количество, были фанатики, которые действительно ненавидели Украину, которые считали все земли всего мира российскими землями. Вот они готовы были ехать на Донбасс, значит, умирать после 2014 года, вот, но вот эти добровольцы сумасшедшие, их уже нету, вот их уже перестреляли всех, они уже все погибли. И те, кто в 22-м году тоже шли добровольцами, вот по идеологическим соображениям, потому что они ненавидят Украину, потому что они считают, что это какие-то там исторические земли Российской Федерации, вот, что весьма странно, потому что Российская Федерация 17,5 миллионов квадратных километров, которые на 4,5 не освоены. Вот, и поэтому захватывать еще дополнительные земли, это нонсенс с точки зрения управления территориями. Ну, понятно, конечно, что украинские земли более плодородные, чем большинство российских земель, что украинские города расположены в более выгодных климатических условиях. Вот, по-моему, из-за этого там есть смысл вести такую захватничественную колониальную войну. Вот, но сделать из нее отечественную войну, то есть войну, которая защищает отечество в опасности, на самом деле не удалось ни Путину, ни этим пропагандистам. Это продолжается, конечно, вот это вот такое промывание мозгов, но это работает только на полных... И работает, кстати, в основном на стариков, на старых пердунов, которые живут еще мозгами в Советском Союзе, которые вот все еще мыслят категориями там общего какого-то пространства коммунистического, идеологии там и так далее. Причем эти люди-то как раз, эти люди не собираются воевать, потому что они уже, ну, во-первых, и физически не способны воевать, и, во-вторых, они умственно отсталые, вот, и они знают, что их на войну-то не призовут. Поэтому вот они-то, кстати, это, значит, войну-то, так сказать, и могут где-то даже поддерживать. Молодежь ее не поддерживает, а все те, кто идет на эту войну, в основном идут из-за денег. Вот, и на них эти истории, чьи территории, кто кого любит, кто кого не любит, на них это не распространяется, потому что для них задача получить, значит, вот эти там полтора-два миллиона подъемных денег, и потом по 200 тысяч или там по 300 тысяч каждый месяц для того, чтобы купить себе дом, квартиру, там, я не знаю, машину и так далее и тому подобное. То есть в основном это шкурный интерес, абсолютно шкурный интерес. И на людей, которые едут за шкурным интересом, они, кстати, не смотрят эти передачи, им это нафиг не нужно. Да, еще, скажем, 5 миллионов можно получить в случае смерти. Ну и то не факт, потому что если найдут, скажем так, тело, если привезут, что называется, если докажут. Вот военный бюджет на России на 25-26 годы корректируют в сторону увеличения. Как вы считаете, вот говорит ли это о том, что активную фазу войны Путин прекращать не собирается, и все эти разговоры о так называемых мирных инициативах, они остаются на уровне разговоров? Ну, это, конечно, больше разговоры. Путин пока живой, он эту войну не закончит, никогда. То есть он, или если только Украина согласится на его условия, а Украина, как вы сами понимаете, никогда не согласится на условия Путина. Вот, и поэтому получается так, что здесь замкнутый круг, Украина не может согласиться на условия Путина, а Путин не может изменить свои условия. Поэтому пока Путин жив, вот эта война, путинская война, она будет продолжаться. Больше того, ну, мы понимаем, что у Российской Федерации в смысле бюджетном есть достаточно резервов для того, чтобы вести эту войну много лет. Ну, по крайней мере, вот там еще 2-3 года, 4 года. Проблемы есть у Российской Федерации, проблемы усугубляются, проблема экономика перенастраивается, но одновременно эта экономика, которая перестает быть гражданской, она становится военной, военная экономика дает тоже какие-то прибыли. Вот, конечно, это все так и так уродливая экономика, потому что пушки, снаряды и пулеметы никто не ест, вот, и поэтому каких-то предметов потребления становится все меньше и меньше. Но у Российской Федерации в этом смысле, увы, есть достаточно резервов и ресурсов для того, чтобы продолжать еще несколько лет эту войну. Вы говорите, что пока Путин жив, он будет продолжать войну, но вот сам российский диктатор, он действительно одержим идеей бессмертия, большие деньги тратит на разработки в сфере борьбы с сенсорными, с когнитивными развитиями, об этом недавно написало издание The Atlantic. Вот как вы считаете, чувствует ли он себя в безопасности, если сейчас продолжает вкладывать деньги в научные разработки, которые действительно могут привести его к, к сожалению, долгой жизни? Ну, это даже напрямую не связано с войной, потому что у него просто бзик на собственном здоровье, у него просто бзик, у него есть комплекс Питера Пана, он не хочет стареть, он поэтому, так сказать, этот мужчинка, старый пердун колется давным-давно уже ботоксом. Вот, на самом деле это даже подпадает под уголовное законодательство Российской Федерации, потому что получается, что он пропагандирует гей всякие практики, да, потому что именно геи очень часто заботятся о своем внешнем виде гораздо больше, чем обычные мужчины. То есть Путин в этом смысле ведет себя как голливудская женщина, которая очень не хочет стареть, которая совершенно невыносимо смотреть на свои там морщины появляющиеся, вот, но его это не смущает, и, кстати, как это ни парадоксально, это не смущает всех гомофобов Российской Федерации. Известно, что у Путина есть тенденция к непризнанному, самонепризнанному сексуальному расстройству в виде, значит, преференции отношений с мужчинами, но в Российской Федерации это никого не волнует, потому что царю позволено все, значит, то, что не позволено быку, да, вот если перефразировать эту старую латинскую поговорку. Вот, и у Путина, да, конечно, есть безик собственного бессмертия, поэтому совершенно сумасшедшие проекты, вот, типа проекта в Татарстане, который продвигает, значит, Раис Татарстана и его брат, который является председателем, значит, председателем Академии наук Татарстана, с сумасшедшим совершенно бюджетом, 491 триллион долларов, с, я не знаю, там, с освоением каких-то спутников, чего-нибудь там, Плутона, Сатурна, не помню чего, вот, то есть понятно, что это абсолютно нереализуемый проект, но на него выделяются вполне себе конкретные вещи, и плюс Путин заботится о своем здоровье, вот, вы знаете, его, конечно, очень испугала история израильская, когда израильтяне в бункере убили Насралу, вот, показали, что, в общем, такими серьезными бомбами, которые как раз применяются для того, чтобы проникать в специально защищенные помещения, можно вполне себе пробить много-много этажей бетона из железобетона, вот, Путина, конечно, это и испугало, и, кстати, если, ну, это мало кто обратил внимание, но я вам напомню, что среди тех четырех людей, которые Путин своим указом на прошлой неделе и на этой неделе ввел в Совет Безопасности, есть, кстати, начальник управления специальных президентских программ, а управление специальных президентских программ – это то самое управление, которое ведает в том числе строительством и содержанием бункеров для фюрера. Субтитры создавал DimaTorzok